Здравствуйте, уважаемые друзья! В одном из фильмов я рассказывал, как связать вот такую мушку для рыбалки на больших глубинах. Для судака, сома, щука не пропускает. И меня мои друзья попросили изготовить аналогичную приманку для конкретной рыбалки. В чем заключается особенность? Начнем вязать и в процессе вы все увидите. Я подготовил тройник. Как вы видите, удлинил немножечко цевьё за счет проволоки. И обмоточку я сделал по спирали свинцом. Не добавлял уже вольфрама. Сделал с огрузкой порядка 5-7 граммов. И так как я одно время изготавливал и довольно-таки удачный вышел этот стример, я буду его изготавливать и сейчас. Вот я подготовил мех козы, который крашеный, вернее оленя, крашеный. Подобрал три цвета. Если у вас нет такого материала, можно его, допустим, заменить мехом песца, как у меня было сделано. Это не имеет большого значения. И подровнял кончики. Теперь, для того, чтобы мне его закрепить, я его рассредоточу по цевью, так, чтобы он равными частями у меня лежал. Прикладываем наш мех. Отрежем остатки. Прикладываем наш мех вот таким образом, одевая как бы на тройник. И доводим до места крепления. Как вы видите, нам не надо прокручивать наш мех. Сейчас мы еще немножечко подровняем. Прокручивать весь мех. Выравнивать, подравнивать. Мы его уже подхватили. Остается только немножечко его подровнять и затянуть. И он равномерно у нас уже лежит на нашем тройнике, как вы видите. Прихватываем наш мех окончательно. Так как сам по себе бактейл очень скользкий материал. Промажем клеем и хорошо закрепим. Закрепили и остатки меха срезали культурно ножничками. Можно скальпелем. Вот так подровняли наш мех. Развели его так, чтобы он нам не мешал в дальнейшем. И будем крепить люрекс. Вот как вы видите, довольно таки нормально у нас вышел хвостик. Ничем вроде бы не примечательный, но в то же время вот такая форма уже проверена. Довольно таки привлекает нашего судака. Берем люрекс. Я в основном использую тот, который изготавливаю сам. Ну и добавил сюда немножечко другого люрекса. И теперь с трех сторон прикладываем наш люрекс. Режиссер да ладно. Так. Режиссер да ладно. Довольно. Развиж Indonesian. Топ-топ. Режиссер да ладно. Развижsted. теперь окончательно еще добавим немножко клея промотаем наш мех и закрепим полосочку фольги которую вот я вот такой фольги с упаковки которую я отрезал и белую нить я увожу промотаю выровняю неровности увожу вперед и здесь закреплю красную нить для того чтобы в этой части у меня была красная . . прицеливание сделаем полуузел или узел и оставим пока нить здесь можно и отрезать чтобы пока не мешало крепим красную нить закрепили полосочку нашего люрекса поменяли красную нить так чтобы у меня хвостик точка атаки была красненькая нитку не уводим начинаем делать обмотку нашим люрексом по телу не стесняясь натягиваем следим главное чтобы он не под не задел крючки и не порвался хорошенько в натяжку его проматывая дошли с вами до колечка удерживаем люрекс закрепим другую нить и при прихватим наш нашу пленочку вот так подхватили остатки мы пленочки отрезали промажем место немножко клеем и окончательно закрепим нашу пленку вот так подхватили закрепили нить оставляем здесь делаем полуузел уводим немножко в сторону можно отрезать принц это потом закрепить и теперь я беру подготовил силиконовую резиночку который вот продается в таких наборах я подготовил два цвета зеленый золотистый зеленого я возьму две полоски золотистого возьму одну для обмотки моего тела крепим там где у нас осталась красная нить сложил вот так чтобы посередочке был золотистый потом можно поправить если у вас не выйдет сразу закрепить крепим здесь каким то есть и и И теперь немножко промажем клеем. Делаем красный нам точку атаки хвостик. Вот мы с вами закончили мотать точку атаки красной ниткой. Я закрепил впереди нить. И теперь я беру вот так сложенные свои нити. Так чтобы у меня наша силиконовая резинка желтая была посередочке, а зеленая по краям. Здесь я выполняю один полный виток. Посмотрели, если что, подправить желательно. И теперь по всему телу с небольшой натяжкой я начинаю вот так сегментировать наш стример. Вот мы с вами закрепили нашу резиночку силиконовую. И теперь подготовим эбоксидку. Как промазать тело, вы уже видели. Поэтому я с вами встречусь тогда, когда она подсохнет. Вот мы с вами уже наша эбоксидочка затвердела. Я домотал дополнительно вот такую вот опушечку из красного пера. И закрепил оранжевое перо. Теперь нам остается только сделать здесь у носика опушку. Я подготовил три расцветочки. Ну, сколько выйдет, сейчас посмотрим. Поехали. 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 Продолжение следует... Я немножко добавляю капельку клея, так как много проматывать мы не можем. Нарушаем геометрию нашего стримера, поэтому на место удаления перышка я промазал клеем. Берем желтенькое. Для удобства я себе немножко подыму крючок, чтобы было легче вязать перо. Вам будет видно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот с желтым перышком вышло два оборота, еще у нас как раз останется место для третьего цвета. И я беру перышко Short Res. Продолжение следует... Продолжение следует... Вот у нас вышло как раз три оборота, крепим наше перо. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...